Субтитры сделал DimaTorzok Я слышал, вы бросили, поэтому не мог отказать, к своему сожалению Теперь я скажу, что удивился Вы с этим вопросом меня уничтожили, я поставил, люди удивлены Интересно Что по звуку скажи? Лучше ответь, что по звуку игры и по звуку в целом Потому что я слышал, я присматривал свои трансляции И меня слишком громко слышно Но все об этом молчат почему-то Даебись пока Я прям слишком громкий Кто об этом не говорит, все молчат Так, я справился назад Тг Так, кто-то снимает, это Андрюхин Я тебе могу дать, но ты потом перед Андрюхин объяснись Или напиши ему, что ты взял Это некрасиво Я дам сейчас Что-то Андрюхин, напиши Что ты взял Или то, что ты брал Сейчас как, нормально, сейчас? Сейчас играю, я нормально Сейчас, да, ну все отлично Ну или чуть меня тишь, или игру чуть громче Словить баланс Время файтов Спасибо, это не за что Зачем ты попросил аккаунт, зашел в колду Ну да ладно Это не мое дело Дело как бы такое Я бы туда Доехал, взял бы, я вроде брал Это баг Я вроде брал тут Так, еще хочу спросить, что по качеству Самого потока Нормально все, не лагает Не тормозит Ничего не это Мы только без лагов Пока Что-то значит пока Так, погнали, хозяйка Хозяек леса пройти Сначала давай Кружейнику Почту И тут обновилось Это странно Новый квест добавили Какой-то патч был Почему у меня тут доска висит Странно Давай Знаешь, ведьма Она про тебя всякая Что тут Ничего не добавилось Это понятно Не знаю, ничего не добавилось Я хочу Так, погоди Было Я посмотрю, что у меня Может, что-то лучше моего Или нет Где-то те же самые Надо будет еще подчиниться Мечи продать Мечи не нужно Вроде не Чем Я Всегда Так Это вроде и так у меня Это лучше купцу Торговцу продать Все Учини Мечи улучшения Примеслу Тетл Здорово Здесь такое Здесь такое Ух 5-го 9-го Какие что Вмечательные Что Сапоги 10-го Не Оформление Ссылочка Всегда есть в описании Сделал такое Был 100 рублей Для настроения Может, забыл, что хотел Столько Снабыл в байте Что забыл, что хотел Счетчик открываете Бля Чем Купи говно Ехать Был Гайвера Красивая Вещи намокают Надеюсь Ну У вас Блядь Так же Само Красиво Надеюсь Что-то Передается Да Ебаный Врут Еще Одно Что ты Будешь Делать Удивление Очень Хорошо Хочешь На его Ведьмака О чем Речь Кто Это Пишет Он Я в третий раз Вижу Блядь Не отстанет Никак Кто Ты Где Оно Вот Я Вроде Проходил Наверное Нет Понял Столько Же Красивые Знаков Вопросов Чешутся Руки Давайте Мейн Квестов Поделаем Это Мне Это Мне Это Лучи Я Держи Ощущаю Себя В этой Грязи Кто Блядь Давай Слазь Опять Дай ему Ведьмака Слазь Тебли Пару дней Не играл Чувствую Чувствую Отчет Антони Шо синий Синий Печально Чуть 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 Еще По ремеслу И по мячам Стальной Есть Для По 18 Тут 18 Носить Топор Не знаю Сомнительный Если честно Что Кто кто и верну стоять я думал там арвалет опять на эту ведьмака у меня пока не останет но я тропинки и ведьмочек мы там потом блин и вонящий ответственность повесит нет я ошибся знаком ведьмак я пришел кстати она съела кусок мяса он ее убил и в землю закопал и надпись написал он был страшный душегубец и большой глупец оповещение включить не все драконы так любят золото но для новогоднего настроения и на лекарства спасибо спасибо что первое что второе очень пригодится еще придет спасибо большое до сто десять рублей у вас я еще ведьм с кривоуховых топе спасибо такой как ведьма стопе нам нельзя на топе бабушка не пускает как пропал мой брат зенка бабушка сказала это все от того что он уже есть 493 рубля на количество протокол 1 жмем друзья бабушка потом страшно плакала может он еще вернется и минуточку да я не ушел я чая могу чайно что снять что же вы делаете одни на поле не кипятком 10 и кипятком и без сахара это я спрашиваю правда вещи тут взялись сиротами все войной вот и сироты чему тут девица на болотах потерялась молодая женщина у нее серые волосы и шрам на лице вы видели так нет ну это не так работает чуть-чуть но если добьем сегодня кристо протокол это будет когда по деревне вот это что-то будет на деревне дед кричал а войти девок по лесам вы солдатные сиськами не пугают а то беда будет тупить хочется пиздать есть тут еще кто-нибудь кроме вас кто-нибудь кто мог видеть эту девушку шестиглазое дерево дерево весь год спит может у вас а бабушка это что за разговоры что за по болтушке я спрашиваю сюда никому нельзя то только дети никого не напоминают это женщина кто такой с оружием как бандит кто такой и вас и васик карасик выдул весь квасик потом целый часик грудил как дурасик ты это что такое говоришь броняться и броняться ничего больше сплошная брать класса заботишься об этих детях это мои внучки бабушка наша очень добрая на ужин будет суп со шкварками иногда дети теряются в лесу скучаю я по ним ты не видел их в лесу никто не видел ты болотная ведьма говорят на кривоуховых топях это я ведьма нет у меня не метлы и не совы и не единой бородавки на носу у меня красивый нос вот видишь у бабули красивый носик моя ты хорошая дети какие сладкие я просто с ребятней разговаривал я еще одну девушку я была очень красивой носила вот такую косу ты ее видела молодая с серыми волосами это твоя невеста дочь доченька моя милая добрая доченька и сестра и деньги не пахнут неважно сколько не пахнут на еще больше не такой богатый как вика но оформлением угодил конечно такая сумма чтобы выровнять то что я там на донатил уже чего себе и чего сидеть денис митс на дуров спасибо большое ровные копейки спасибо и вправду поэтому я снимаю штаны есть а может с ними лихо какое приключилось ну все хватит я задал простой вопрос видела ты эту девушку или нет не бойтесь детки а чего тут боятся бабушки ему важно вот он и злится может и васик что знает отведу-ка я его к ивасику пока этого кондрашка не хватило ивасика ты сам выдумал и не смей говорить таких гадких слов а ну ступай в хату будешь у меня в углу стоять я присмотрел чтоб стоял как миленький а ты кончай малышей пугать иди уже не вот хорошая сумма то вас так на ему ведьмака понятно это мальчики бабушка так бабушку надрочить чтобы она ушла хотел не буду с тобой разговаривать скажи мне только ивасик придуманный уходи уходи ивасик придумал жалко ивасика он такой обижается почему вы не хотите говорить про ивасик что один из вас знает то и остальные так с ивасиком только он водится они грибов ищут улиток а бабушка говорит что ивасик придуманный вы вы сами ивасик видели а то на вид примерно вот как он так почему вы говорите что он придуманный бабушка бабушка много знает бабушка вас не обижает не колотит никогда если мы что плохое сделаем то она плачет боится потому что говорит что нас чужие могут забрать и мы тогда пропадем мальчик который с ивасиком водится это должно быть глупый он а не храбрый муравейник валять ну только друга нелегко недалеко эти понятия а ты басиком он и правда водится не слушай бабушки бегают в лес и сидит за это в заперти и потом а еще он улиток ест бе да как деликатой с нихуешься девочка девушка которую я спрашивал в опасность да дайте на улиток помогите мне отвлечь бабушку а я поговорю с другом и васика ладно только услугу за услугу поиграй с нами я помню прикипом перераз когда приходил для полчаса играл здесь идет прячьтесь если я найду вы мне поможете поговорить с мальчиком который знает и вас наглеть он ты небось от черных не прятался не подглядывай и считай громко все пальцы и на ногах тоже нет но на улиток это добиваем это добиваем 2000 я показываю в следующем стриме улит два три восемнадцать я иду поехали сюда обрываются я тебя вижу выходи я тебя вижу выходи живи же это будет чудила в кусту сидеть и не контрится я тебя нашел не прячься мне кажется вот еще лет искал и кого кого-то из них на крышу ход я тебя вижу я тебя вижу я ласт теперь сня в прятки не обиграешь все детство в прятки играл и ток не прятался я помню прочее как-то не на день рождения подарили или не просто милящий такой хм я на он выиграл хотя а ну тут эф пареньку для сиси же ходи короче историю рассказываю так что-то вижу сундучок тоже хорошая история выиграл гений значит короче у меня была какая-то охуенно белая футболка очень красивая дорогая что-то я играли в прятки я в этой футболке 1 вышел на улицу все наши короче я у нас огромный был двор я залез короче есть у машины привязывают к ней короче такую хуйню типа воза знаете сзади я под этот воз залез он там 300 лет стоял всегда там пиздец там грязь короче какие-то шприцы грязь блять ошметки бумажки туда залез я там этой футболке час приближал никто не нашел я выиграл я типа нет чуть дома не отпиздили но зато и чувствовал себя победитель я вас нашел теперь держите слово какая история поговорить с приятелем у васика наедине чуть-чуть не улавливает так 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 если тоже микрофон не улавливает порог высокий может так будет получше я убрал всякие там шумоподавления короче убрал компрессор и ноискейт может так получше будет отзовитесь бабушка бабушка ясю шмель в голову на укуси ну вот сейчас может да компрессор можешь вернуть давай вернем компрессор просто я особо не разбирался я сделал так как на ютюбе кто-то рассказывал как делать короче на этот микрофон я вот так как у него сделал меня не ебёт потому что то есть микрофон в полевых условиях когда у тебя пиздят постоянно в комнате это тяжело ну очевидно сейчас не на не на фул разговариваю громкости которые могу разговаривать такие дела не бойся я ничего не знаю я сейчас узнаешь тебе вреда а где бабушка убил она занята я съел бабушку почему ты так боишься говорить и не боюсь вовсе да боишься я вижу иначе рассказал бы про ивасика боязно мне за ивасика он не приходит больше пошли мы раз но бабушка на меня накричала говорит чтоб не болтал с чужими а то потом дети пропадают за ивасика она тоже боится где все ваши родители умерли он при при черт с голоду других поубивали моих при чертик раз пошел я на заре за ягодами тогда еще много ягод было а когда мой возвращался слышал крики подошел и спрятался в кустах нам все все не надо я просто хочу поговорить с ивасиком может он знает больше чем вы а ты ему зла не сделаешь на самом деле он не придуман не сделаю ивасик раньше часто прибегал потому что бабушка любила слушать как он поел оп когда я грибы собираю это интересно власик сказал что я бы одна бабушка не рассказывает зато я ее съел блять охуела серыми волосами где найти этого твоего ивасика есть такая полянка краю болот там растет дерево такое странное как присмотришься сразу найдешь спасибо тебе еще сука гандон все идем искать его сика денисик здорово заебали так что все и все и все и и и Продолжение следует... Если Ивасик настоящий, наверняка он оставляет следы. Так он придуман, я тебе же сказала бабушка, блядь, что ты дуркуешь. Ну вот, дуркует. Следы маленьких ног, Ивасик здесь проходил. Сарин стримера, ну, так-то лучше. А. Понятно. Понятно. Да, куда он его там, блядь. Чё ты, сука, фирменная двоечка у топца, блядь. Да, блядь. Я, рок-ебал, аж и фирменная двоечка. Легко. Возьмите, как я это сделал, ну, легко. Не, там пуля просто, вот так просто двоечками хуярят. Какие-то, блядь, мастера-спортсмены, блядь, а пенек поймают. Ёбнешься. Да, куда идти? Да. Как там? Не фото-режима фото-оружье, блядь. Следы ведут к норе, интересно, что внутри. Я понял, как раз первый раз в нору заглянул, я без с обосрался жестко. Смотрите, не обосритесь, ребята. Будьте наготове. Первый раз игру чуть не выключил до этого момента. Сердце сильно заколотилось. Ты хмурница? Луговик? Чертила, блядь. А, прибожек. Мало у вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Да, сейчас расскажет, да, а? Мне это очень важно. Почему? Да, давай, не просто у него поспрашивай, блядь, да. Охуенно, ты не можешь говорить. Почему? Ты потерял голос? Шел, шел и потерял. Могу я тебе помочь. Идем, говорит. Я не понял. Да, я не понял. Я иду за тобой. Что же это? Что же вот это значит, да? Что ж? Что хуй знает, что это? Я тебя не понял. Что бы это могло значить? Сука, как Костя, блядь, дырочком прикидывается, сука. Здорово, мужчины. Здорово. Как же пчелы дамажат? Ну ты куда, блядь? Легчайше. Брат зашел, завернул Моник. Сказал, что у нас тренер сидит примесь Курта Кобейна и Иисуса. И ушел. Ну. В целом, в чем-то он прав. Не сходи от меня. Могу сказать, что он не прав. Тоте. Мудрый брат. Надо сотый, блядь. Надо сотый пахалать. Ну кто придумал эту кнопку, блядь, ставить ебаный фоторежим? Зачем? Почему? А, блядь. А, блядь. Какую кнопку? На... Сейчас скажу. На Ю. То есть у тебя... Рюкзак на Ай, а в режим на Ю. Мы пришли? Придумал я. Давай. Давай. Думу, что ты ей что-то, что поможет тебе говорить? На Альт? А что я на Альт стоит? Придется туда залезть. В режим на Альт. Да, на Альт у вороты. Прибедил. Не, не, на у вороты прав. Я просто... Подтупил. Не знаю. Сколько задумать. Настолько на стрим? Или на все прохождение? Ну, точнее, пожалуйста. На стрим? Ну. 200 рублей, и я готов. На такой момент. Может, ему нужна эта бутылка? Ну, я не знаю, кот там ебешь. Это в целом не мое дело. Блядь, что на зелье я узнал? Мне кажется, что там, кроме бутылки, должен был с кем-то подраться. Может, я пропустил какой-то босс-файт. А ну-ка. Не кажется, что я какой-то босс-файт пропустил? Я никого не пропустил, блядь. Или я уже убил того, кого должен был убить. Хуй знает. Ну, тут нет никого. Верьте, не верьте, тут тупо никого нет. Босса нет. Ну, все. Как скажешь. Денис запретил боссов. Двое, блядь. Ну, бочка, когда ты тут забыла, дело пропустил. Ну, не умер. Я, в принципе, на стриме не угрожаю. Поэтому, такое дело. Сейчас будет легендарная реплика. Лучше в игре. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, картинка, пердеж. Как звучит. Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Пролезать улиток. Уточни. Спасибо тебе, славный. На Биг Макс нанасить. Ну, нет, таких средств нет. Будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что, хочешь превратить в прекрасный актер Труизвал в дурацкие огненные слугами? Да. Удивительно. Как можно прятать голос? В бутылку. Вот и я удивляюсь. Это же всем, кто... За стрим КС-16 ты должен людям доплачивать, блядь, за это говно. Что тебе кто-то смотрел, должен людям платить, блядь, это просто пиздец. Не слой ручеек, а иной раз, как дурак. Ну и будем с ним, болтаю я столько, что льется, как из бочки через красть. Чисто должен этот актеров нанимать, чтобы смотрели. Как я. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Так ты что наути, нет? Ты не на наути, раз? Как вышло, что ты имеешь в виду, что у нас стримят другие игры, не пойдут. Если вы получаете дозу контента, что вам еще нужно в этой жизни вообще, я не понимаю. Вот такую. Пора начинать копить на компьютер. Говорят, новая колдунья творит чудеса, а люди стали кричать, душегубик, душегубик, и спустили на меня собак. Купишь? Красава. Я что, похож на дурак? Надеюсь, что все твои накупления пошли мне на Каллисто. Купика! Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня закладовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не могу. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел я? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. У меня тоже. Солнышко светит. А потом, блядь, это идти в магазин, едусь ей делать. Что-то стримить, выиграть, это, блядь, нормальная тема. Дички поют, ветерок веет. Ну, я буду сидеть на этом стриме. Весь заросший. Возможно, даже не в комнате на улице, буду сидеть, стримить и ждать. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Володая, всеровласная, как ты сказал. Алдавалок, она была ранена. Едва дышала от усталости. Она получалась. У меня магазин идти в топ-10 момент дня. Это просто, во-первых, себя хуй заставишь в магазин идти. Это просто невероятность, если столько это выйти. Посмотреть, блядь, подогнать себя под расписание автобуса, выйти. Ждешь автобус минуту. Это просто минута времени, это как вечно слиться. Стоишь лишь этот автобус, садишься, доезжаешь до магазина. Ветер хуярит, блядь, холодно. Морозно, блядь. В магазине что-то выбираешь. Не знаешь, что себе купить. Все стоит, блядь, денег. Все, блядь. В магазине это один из худших моментов дня. Когда уже приезжаешь и хаваешь, вот это где-то чуть-чуть повыше. В магазине это тяжело. Особенно, когда назад идешь. Идешь на остановку, стоишь. Ждешь автобус. Приезжает автобус. Что ты начинаешь по сторонам смотреть? И видишь контролеров. Ты уже... Ты 10 минут простоял на морозе. И ты видишь контролеров. И ты уже не можешь в этот автобус сесть. И ты такой, блядь. И идешь пешком. Еще 10 минут. Тяжело. Потому что ты не ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала. Но она не слышала. У меня же голоса не было. Что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как это чаще. Вредные, злые. Но это тоже плохой. Печальный момент. Если кто-то все-таки перешел в дорогу. Но уже к нему как-то привыкаешь. Они могут отобрать голос. А могут отобрать жизнь. Как им вздумается. Гнусные бабы. Но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь. И не услышишь. Покуда они сами не захотят. И помни. Они слышат и видят все, что делается на болотах. Ничего, ебни. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Скайпом 25 евро не подселся. Тебе не показалось, что она... Привет. Мягко сказано. Фу. Значит, это не я странный. Она просто бабка о сиротах заботится. Она говорит, вот у меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах. А, а этот автобус. Точно. А чем тебе было? Нет, ну я как-то ехал из своего... Этого... Пердуиска, блядь, в Польшу. Больше суток. Вот это была поездка. Когда еще на границе с тысячи, да уже никакой вообще вообще-то здесь никакой. Еще в автобусе спишь, в этом, блядь, все денег. Это ужас. Но когда брат наехал, короче... Типа вот в Польше едет только людей, а из Польши мало в Украину. Интересно почему. Короче, когда брат наехал, мне стало не пухой на все. Паркуюсь, где хочу, короче. Я просто пошел, лег на задние места и там всю дорогу проспал. Болота не нравится. Я тут всю жизнь живу. И всем советую. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не стоит. Ну а чё? А с тобой разговаривать? Я просто... Типа, два места, да? Типа, много было свобода. Два места, но два места мало для... Ну, для человека. Скажем так. Вот поэтому пришлось взять не занимать полностью. Такие дела. У меня присадка одна там, с автобуса на автобус в Кракове. Вот я должен был выйти в 2, с первого автобуса, естественно, в 2.45. А я с первого вышел только в 2.50, еще на первом ехал, ебать. Кайфовал. Ну, кайфанул немножечко. Я не буду уредничать, я тоже тебе помогу. Пойдем. Пойдем. У меня таких нет историй. У меня такая есть история, что когда я шашками занимался, сначала они были на правом берегу. У тебя живо на правом берегу, есть там до левого берега. Когда на правом были, я ездил после школы, нормально было. Короче, когда на левой, они были постоянно часов, типа, в 6 вечера, в 5-6 вечера. И я что-то помню, зимой ездил. Я зимой, когда ездил, короче, на шашки, и каждый раз в маршрутке спал. Но когда на левый берег едешь, в маршрутке чисто спишь. Там, типа, такой свет ночной. Кайф, в маршруточке поспать. Главное только не поспать, а остановочку свою. У меня была самая первая, когда на берег приезжаешь, левый, поэтому... Зараза. Зараза. Так, ну хорошо, что я помедитировал. И плод знак. Быльных нихуясь. Скример. Звучка, фигня моя. Промахнулся. Блин, это что? Это что? Это что? Иди сюда. Сосает. Шашка в школе второе место была. Красава. У меня сестра была в шашках, по-моему, второе место по городу или по области. Там какие-то были соревнования, мало кому известны. Она просто была второй. Типа, ну, просто было два участника, она просто один матч проиграла. Вот. Такие дела. У меня, кстати... Я даром в шашках, но я... Плох в математике. Мне просто вообще не кайф математика, я... Руки бог. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да-ди-ди-всер-авурн и чек-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пр. Должен был проект Тарес Мавкин Автобуси по городу. Трех внувший такой рост на автобусе. Ради всех детей выг Pedroстов был первый админи. умели играть просто я там вывозила я говорил вот как ребята мы команда как хохом ландер типа это это все вы ребята это все лучше порядке не пол ведьмой сейчас в мою бабушке успокой ее это уже умереть и черных тучек цепляет свой песок это пение такое пение ты снова поешь ощущение такое что я где то потерял переход на вторую октаву вернуть домой поищевать нельзя тебе здесь быть и васик не можешь ты сюда приходить тихо тихо бабуся покойно тебе время волноваться здорово опять я ты можешь провести меня к ведьмам бабусь ты только не сердись этот индивид очень хочет встретить хозяйки интелли о нет нельзя это очень важно индивид а ты бабусь выслушай меня я нашел ясеньку когда она пропала нашел не могу вам книжа показать хотите навалить кринжа минуточку так короче сейчас это нихуя не видно или видно видно что было или ничего не видно было скажите не него о видно теперь видно тебе должно быть видно по-любому качество отвратительное на потому что ну короче многим причинам вот это я круче на микрофоне молдовище все таки есть она передалась тысячу раз потом еще блять этот его еще чисто есть больше нельзя такое смотреть или я показывать забудьте что увидим париджи в обмен я тогда ничего не просил ты же помнишь я даже за голос не в претензии почитаю тебе опять голос пропал дружище сейчас я кое-чего хочу ты уж бабуся ему помоги этому индивиду а то же он меня изводить будет кучу навалить спокойно не даст их девка у него пропала хозяйки смогут найти а раз уж ты так просишь и васик помогу ему ступай за мной не не было еще пока не было и васик добрый мальчик а вот хозяйки его не любят паршивая тварь не любят его здорово что за женщина нагреление это хозяйки всемогущие хозяйки ну скажем так что сейчас они выглядят чуть похуже жалки червь перед вами встанет жалки черви вы думаете вы кто может вас за цели разъебать надо как ты смеешь нарушать наш покой женщина кто говорит твоими устами не дурин с собой не глуп и где-то такой выискался я знаю что вы встречались с сероволосой девушкой которую я ищу где она вот такой ретивый может он любит только сероволосых это девушка моя приемная дочь с такой красоткой это не мешает по печи понравилось это мы не мешает смотрите какой впечатлительный пенится как пиво в катке люблю таких значит вы встречались расскажите мне все прямо в лоб может и к лучшему скажи духу у тебя хватит лесных тварей ты не боишься прибошь к этому тяжкие времена настали белоголовый человек пошел на человека земля напиталась кровью зло сильно как никогда прежде напившись гневые страданий темная сила восстала у штейгеров уничтожь бестию и мы будем тебе благодарны все расскажем о твоей парышне темная сила вам нужен рыцарь или охотники за колдуньями староста деревни штейгеры тебе все расскажет да нет забудь только взять с него плату как выполнишь задание помощнее теперь наша служанка даст тебе стилет стилет зачем покажешь стилет и староста поймет что ты от нас он во всем поможет забавно что она держит эту тему эту со староста этим я поговорю на ничего не обещать и деталь интересный а ты возвращайся когда выполнишь задание да госпожа стилет принести стилет вот тебе стилет хозяйки велели тебе дать даю этот стилет что она теряет кажется что-то выходит из зала потихоньку лату от старосты положишь на баллон баллон надо поднять баллон лысый знает баллон баллон слышит и мы говорим с приветом бабуля так 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 что тут у нас есть бабки неплохо интересное местечко как укладок не убегаешь шевелись плотно знак есть поэтому я себе мне себе тяжело отказать на знаки проехаться приятная деревня нодек просто женщина на полу раз вы так говорите и как тут живется картинка мое почтение прощает что вы им принадлежите я никому не принадлежу ладно к делу мне на это сестра я с чем разобраться подходишь кое-что говоришь ты говоришь мое почтение прощает рассказывает что стряслось коротко и модель странно не дал от война пробудила старую силу злую силу кормится на пролитой кровью кошмары снят на ему люди спящие выходят из дому и не возвращаются от деревом на шепчущем холме лежат не погребенные отцы сыновья дочери матери людях тронуть боятся 1 проработать темную силу мне нужно больше сведений лучше сами взгляните еще про бабка меня палка била за то что вал андал ся пошепчу пару раз окрестные мужики собирались хотели вырубить земля под травой белая от людских когда все это началось да уж почитает три года как он людей был теплым вынимаю зайцы из ловушки темно сделалось хотя середина дня была я сперва подумал буря будет такой писк раздался что у меня уши заложил для со своими ушами ты будешь делать вести пожухли хотя лето только начиналось с тех пор плохо у нас стало людей зубы почернели как в огне веточки бабы сварливые стали цепляются друг другу взянки не пойми с чего ну и дети калеки родятся хромы штуки нас и груза осуждая машину осуждать им хозяек леса о помощи кожейки леса не знаю до хорошей силы они все узнают старые такла говорила мол это кара их не потому как люди их не уважают иные же их ведьмами заму только какие же они ведьмы раз вас прислали по старше года через два думаете что легко будет ты хорошо посаждаю минуты меня расслышь не так знак вопроса очень неприятный слава не понял куда-то относитесь до 400 399 это не фоторежим это что-то что-то совершенно новое я такой очень не видела если честно то что-то что-то больше шагов делаю что такое и матч эксперты что мне делать ой я зерей узнал забавно вам кажется все-таки выход один у нас послушаем послушал встретил старую знакомую и румец чародейка рассказала ведьмаку о таинственном магии в убежище которого могла скрываться ци ведьмак отправился туда компании цири так и не попала к эллипскому чародею зато туда добралась дикая охота которая все еще опережала герой когда казалось что все пропало и навела ведьмака на новый след она рассказала и послушаем а слушали чуть-чуть время которое мы слушаем в это все время могли донатить ссылка в описании что-то хейте вижу украд не было бы восьмого уложить туда я дайте прикол про водную бабу 8 1 так как это вообще-то просто и дайте прикол про водную бабу восьмого варитель так себя чуть громче прикола не знаю показать прикола проводную бабу 8 омг бля и это гулять и штат момент это было легендарно сейчас сука не могу найти сука не могу найти но не могу найти бля удалили политик в этот момент я их узнаю сейчас ну все я не знаю я потерял прикол выиграй что-то можно выбирать skycar так 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 это кстати правда это правда абсолютная правда насти вырал матч я доделал и 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 рецепт чертов гриб по и помню волковат будет ровлить как мне бы сохранился как типа сейчас это имеем не приближайся отойди чую откуда пришел уходи давай уходи раунд 2 какая же ему пизда я теперь готов сейчас сейчас ты кто ты проклятый раунд 2 я сейчас покажу сейчас за все свои за все страдания что за все блядь сейчас ведь а кто у меня зовут гибрид меня не дали петлю я ему я мучу что меня хранить а а а и 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 так 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 то что же ты телка реально вот так поздравляю вместо силы вижу не черпаю можно зачеркнуть уходи уходи и силы что меня охранят знают откуда пришел приходи 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 так а я сундучок пропустил даже два сундука вот это я хорошо что вовремя продумал что за масло бомбы бомбы делаем гласно зачем ты пришел зачем кровь проливаешь на меня 1 таким ребятам на меня напали это моя тюрьма осажденная крепость я жду я блин да шо ж такое я могу показать какая-то хуйня как вот это короче хуйня говорящая выглядела когда она живая была какая-то хуйня говорящая выглядела до этого когда была живая сейчас покажу особо раз вы просите вы так просите мы придется показать сейчас смейте такая тема номер на телефоне стоит где же мой телефон действительно конец не стоит успела когда-то такая тема да я схранит меня и кто тебя собирается убить сестры убийцы они убили мое тело и теперь истязают душу ну а на разве купить и тут этот воин я оставила мой круг я хранила равновесие ведь мы меня убили а дух проклеи никогда не слышал о круге друидов вели друиды я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей бессильно скажу таком же нет вам не видно субтитры а чего вы молчите я только сейчас по нашему субтитры не видно или его нахуй нужны признавайтесь сейчас могу вот так сделать вот так могу сделать ну или вот так могу сделать и вот так условно себя справа что мы нормально наверно ты хорошо знаешь они проклятие на идеально понял они слышат отрезанными мне можно еще вот так в целом ну ты ж не забывай что можно вот так сделать коверкают судьбы сплетая пряжу из волос черпают силу из капла а варят они человеческое мясо почему тебя убили ведьмы хотят эту землю хотят этот лес для себя я встала у них на пути кстати футбольный мячик был бы в тему реально я футбольный мячик я ты сказала что ты плену как так я скован кандалами магии блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев я все знаю о детях знаю что их ждет освободи меня прошу я должна им помочь если что-то грозит сиротам я сам им помогу детей уже забрали освободи меня прошу помогаем могу быть вихрем могу помчаться могу их спасти только я да по моему если я помогаю и короче то это бабушка с ума сходит кто бы она ни была почему ты думаешь что дети на поляне в опасности сестры их забрали возврата нет куда их забрали я помогу уже случилось этого не верну вард цербин не ведут дороги они все умрут позволь их спасти ведьмы что ты о них знаешь сестры старше самых старых деревьев от пьянства от пьянства их королевство здесь все им служат сестры скрыты ты не сумеешь их найти сестры слышат все ты не спрячешься помогаем помогаем если ты сможешь спасти сирот на поляне я помогу тебе я найду их освобожу вызвали меня из тюрьмы кровь мое спасение проведи обряд с чернотой вороньих перьев с белизной моих костей и с резвым скакуном дикий резвый скакун что пасся на лугах темный как бездонный колодец черный как глухая ночь вот кто нужен мне да тут оба решения типа ну типа хуёво там короче если ты убиваешь духа то ведьмы съедают детей если ты помогаешь духу то ведьмы сводят сводят бабку с ума без комментариев на последнее сообщение приди и принеси вороне перри у меня уже есть по факту да мы так в каком-то почерном состоянии и приведи коня резвого шеребца черный вихрь обернувшийся конем зачем нужен черный конь я стану с ним одним целым как тогда когда я жила мы будем как вихрь ничто нас не у диких где мои кости я соберу все собери и принеси пробей мое сердце я буду съесть ступай я столько раз умирал через вход который я открыла ну это додумай сап так я избавил от беды так подожди уйди блядь м м хм хм х как это ты большое сроки даешь да ебан варота бедная баба а то сегодня у меня плохой день со своими бабами в принципе с бабами хорошего дня не бывает здорово да сэмин я швально потому что детей сэйвишь папка с ума сходит но потом в теории еще типа черешня будет висеть секундочку это вот короче бабка после того как я детей спасу какая досада какая досада кости духа вот нашел вижу их и кости на человеческие неплохо кости надо найти этот кости нужно как и васику голос найти а 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 докачи о какая же вы пизда ребята и кто будешь да какая же мы пизда сейчас ну что вы меня верите что сперва таки в россии я знаю вы обычно не верите в меня не искать не вижу поверьте нужно сказать что это магическая тварь дима чинит дима чидят девочку дима 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 он приятный он 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это место силы здорово отсюда изливается для вакала которого и ебну на всякий случай пока не ходите на холм но работу я выполнил не может быть что там такое поселилась поверь этого тебя знать не стоит так что ж мы садили я просто освободил духа мне даже не пришлось ни с кем сражаться это как же так вы освободили зло чтобы она по свету шаталась я сделал то что следовало а ну как зло вернется попросишь хозяек леса о помощи ведьмы или как ты их называешь хозяйки леса не я не буду этого делать тебе оплате говорят ты знаешь о чем речь знаю давайте к стиле сейчас вернусь произошла плата вот и плата передайте ее хозяйкам зачем ты это сделал потому как таков уговор вы здесь чужой не знаете как тут живется это справедливая плата за заботу значит все эти уши в лесу не думайте об этом суды вы отсюда уедете а нам тут жить так же как нашим детям и внукам велен никакие боги не хранят ни один владыка эта земля ничейная кто хочет выжить сам себя господина ищет часть Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну типа... Я освободил духа, который жил в дереве Вы слышали? Измена! Это она забрала детей! Мы заключили договор. Я должен был помочь жителям деревни. Я выполнил задание, им уже ничто не угрожает. Значит, ты провести нас решил. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть, ты освободил древнюю силу. Она снова восстанет в другом месте, за пределами наших чар. Вновь вновь польется кровь. Вот к чему приводит человеческая глупость. На гобелине вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Естественно. Вы знаете, зачем я пришел? Знаете, что мне нужно? Ты будешь мечтать о нас во сне? Ты вернешься за тем, что отверг. Вы всегда возвращаетесь. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка. Мышиные волосы. Так их называют. Худая, истощенная, напуганная. Бездяшка гелий держалась на ногах. Мы заботились о ней. Ствол от минигана. Как могли. Здесь она будет стрелять. Это Наталья, морская пехота. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Стручивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Юноша. Под сто лет, типу. Мы не знали, что придет. Не, мы им-то сколько, блядь. Не знаю, сколько. Много. Мы видели ее образ. Как ряд на лужей шла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Я бы не хотел, чтобы это меня подняло, если честно. Какая-то шептуха, или как-то так. Я бы к нам в руки. Старшая кровь. Вы не классните ярки. Хм. Ну, они всегда возвращаются. Она спит? Как ягненок. Нечего конетелиться. Стол накрыт. В котлет вакочет. Нам нельзя. Она предназначена ему. Получит ее имя их. Но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди. О, девчонка, ты еще пожалеешь. Дикая охота подъехала. Блядь. 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 Пришел out. За тобой. Уходим. 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 меня зовут барри аллен я самый быстрый человек на земле задача была уйти я ушел вопросе на дереве красиво и рожей прям в лужу вы хотели ее убить вы хотели разделать ее как зверя и сожрать вкусе и крови помнил нам нашу молодость старшая кровь удивительная девушка но ты и сам знаешь жаль что она убежала она сбежала от вас и я ее найду мы вернемся вместе и убьем вас ты вернешься вернешься судьбы наши сплетены и тогда кто-то умрет ни одна из нас теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать волне и всюду будешь находить только ее отражение а если настигнешь не такие же для штаны и штаны так это мы сегодня все уважаемые всем спасибо кто был спасибо за особенно за материальную поддержку моих стримов это очень важно это очень мотивирует работать дальше все всем до завтра наверное но не факт вечерком в то же время спасибо футбол давайте